Добрый день! И наша сегодняшняя встреча с писателем, но не только писателем, философом Диной Ратнер по случаю выхода ее новой книги «Опыт одиночества», вот эта книжка, в которую вошли четыре прозаические вещи. Первая большая, крупная, три поменьше. И у меня первый вопрос связан как раз с названием этой книги. Все ваши герои – это, в общем, одиночки. Одиночки, которые мучительно ищут свое место. Мучительно. Не просто место. Они ищут свое назначение в этом мире. Они ищут свою среду. Они даже ищут место обитания. В конце концов, они заканчивают свой путь в Израиле. Верно? Все так, верно. И то, что писатель невольно выбирает героев, созвучных своим мыслям, настроением. Ну, а вот почему называется «Опыт одиночества»? Ну, в самом деле, все герои в одиночестве проходят вот эту долгую дорогу поисков себя, своего места. Я очень долго не могла найти название книги до тех пор, пока не прочла «Раби Соловейчика», где он пишет, что оригинальность и творческое в человеке берут начало в его опыте одиночества. То есть, по сути, название было уже найдено, когда все вещи были написаны. Дина, ну разве они на самом деле одиноки? У каждого из них в истоках есть семья, и, в общем, хорошая семья. И они пытаются создать свою семью, у них есть коллеги. О каком одиночестве идет речь? Вы знаете, одиночество – поиска, поиска самого себя. То есть, бывает, и семья бывает, но все равно вот ощущение человека, одинокого человека перед лицом одинокого Бога, оно вообще-то меня никогда не покидало. Может быть, не только художественные вещи, но и философские вещи написаны вот с позиции человека, ищущего себя. Может, поэтому. У вас есть еще одна вещь, я обратил внимание, она в первую вещь как-то наиболее выпуклая, видна, в остальных тоже присутствует. Все эти люди, правда, надо сказать, что они все гуманитарии, это гуманитарная сфера, все они связывают свою жизнь и поиски новых нравственных ориентиров, поиски своего предназначения со своей профессией. Вернее, они не могут отделить от этих поисков свою профессию. Это верно. Дело в том, что я не сразу стала гуманитарем. Я когда-то была инженером и преподавала физику в ПТУ. Ну вот, люди из России знают, что в ПТУ идут подростки из самых неблагополучных семей. Отца, как правило, нет, и хорошо, если мать не алкоголичка. И учить их физике было очень трудно, поскольку они вставали, ходили, кричали, разговаривали на уроке. И я от отчаяния стала им читать «Гадкого утенка» Андерсена. И вдруг они притикли, они почувствовали себя тем самым гадким утенком, который станет прекрасным лебедем. И я вдруг поняла силу художественного слова. И именно поэтому я стала сначала психологом, потом философом. И защищалась в Тбилиси, где не было советской власти, и была настоящая наука. Мне кажется, что здесь, вот в этих вещах, вы зафиксировали еще одну очень драматическую деталь, одно очень драматическое обстоятельство. Все эти поиски, вот этих всех этих людей, всех героев ваших вещей, они свойственны уроженцам Советского Союза. Людям, которым пришлось или преодолевать бездуховность, или совершенно иную моральную нравственность. То есть этот поиск был утяжелен их происхождением. Может быть, может быть. Но вот по причине недостаточного знания еврита трудно разговаривать с местами по поводу философских проблем. И поэтому я просто не могу ответить на этот вопрос, поскольку не знаю, о чем думают израильские философы. Нет, я имел в виду героев вашей книги. Вот героев книги, ну, наверное, если сравнивать с ОМОСОС, то там же тоже люди ищут себя. То есть, ну, как бы это... Я думаю, что литература, как один из видов искусства, предназначена для того, чтобы читателю помочь, помочь найти себя, помочь задуматься. Ну, вот, вот эту значимость искусства я первый раз поняла в 14 лет, когда посмотрела «Ночи Кабири». И это было как откровение, поскольку я вдруг поняла, что судьба человека зависит не только от его умений, стараний, талантов. А вот человек, как бы в этом мире, ну, вот он невольно проходит тот жизненный путь, который, значит, ему предназначен, как бы он ни барахтался. То есть мы скажем в этом случае, что литература и искусство – это на самом деле инструмент познания. Да, вот я думаю, что и здесь философия и литература здесь выполняют одну и ту же задачу. Был бы хороший читатель. Еще один вопрос. Героиня вашей первой повести, Тайло, которой испытываешь искреннее человеческое сочувствие, считая, понимаешь, что это литературный образ, и тем не менее, это все-таки реальный, предельно реальный человек. Она выросла в среде горских евреев. И у вас очень хорошо описан этот быт, эти традиции, этот уклад жизни. Откуда он вам так известен? Вы знаете, может быть, от того, что я была в Грузии, вот, собственно, попала туда после единственной международной философской конференции по бессознательному. Вот как раз моя диссертация по бессознательному. И очень хорошо меня в Грузии принимали. И я помню, когда я как-то закомплексовала, сказав секретаршу, что вот у меня документы не в порядке, значит, вот пятый пункт и беспартийная. Она сказала, ну что вы, у нас ректор беспартийный, а евреи у нас князья. И очень как-то, и они боялись, что меня зарубят в АКИ, дали дополнительных оппонентов. И я как-то вот подружилась с этими людьми, я видела их быт, который во многом напоминает быт горских евреев, о чем я потом прочла. И я думаю, что вот это истоки вот оттуда идут. Все ваши герои, они все идут по пятому пункту. Ну, что есть. Да, и они все кончают свой путь, по крайней мере, в произведении, обрывается произведение на том месте, где они оказались в Израиле. А ведь есть масса для советских евреев, масса примечательных и привлекательных мест. И Германия, и Соединенные Штаты. Четыре героя, четырех повестей в Израиле. Вы знаете, я думаю, что вот у еврея, характерная черта еврея, это поиск некого высшего смысла. Это у всех моих героев, не только в последней книге, но и в предыдущих. И если человек одержим этим поиском, у евреев таких большинство, насколько мне доводилось видеть, то другой дороги нет. То есть в Израиле трудно, сложно, но в Израиле Бог близко, и это невозможно не чувствовать. Судьбы, которые изложены в этой книге, это, в общем, непростые судьбы, и в известной степени горькие. Но мне показалось, что в каждую из этих вещей вы вложили изрядную долю оптимизма. А что вы называете оптимизмом? Мне показалось, что эти герои, пройдя через многие испытания, разочарования, сталкиваясь с человеческой низостью, они удовлетворены своим финалом. Вы знаете, они свободны. Вот если человек свободен, независимо от каких-то материальных обстоятельств, если он может реализовать свою сущность, независимо от признания, то это достаточно поводов, чтобы быть оптимистом. Ну что же, наверное, на этом мы закончим нашу беседу. Я очень рекомендую всем эту книгу приобрести. Сейчас вы увидите на экране координаты Дины Ратна, можете связаться с ней. У всякого творческого человека завершенная книга – это всего-навчего ступенька к следующей. Какая следующая ступенька? Кант, Эммануэл Кант говорил, «Я мечтаю найти художественную натуру, дабы мои идеи чистого разума, идеи Бога, бессмертия, свободы воплотились в художественные образы». Вот такой художественной натурой был Иван Гвероль, который жил в начале XI века. Он был и поэт, и философ. Вот у меня сверхзадача – написать в художественном образе его философские воззрения, которые, кстати, оказались очень близки воззрениям Канта, и таким образом показать, что человек свободен независимо от внешних обстоятельств. И этим и жив. Спасибо большое за беседу. Спасибо вам. И, может быть, через какое-то время мы вернемся к разговору о книге, которая сейчас устраивается. Али-а-ли. Субтитры создавал DimaTorzok